Узбекистан покоряет путешественника своим немного аскетичным, но выразительным обликом. Природа сложила здесь контрастные ландшафты из гор и предгорных равнин, из сохших пустынь и плодородных долин. Роскошные древние города Узбекистана, являвшиеся центрами яркой эпохи просвещения средневекового Востока, превращены сегодня в музеи под открытым небом. Чтобы полюбоваться чудесными зодческими шедеврами, которыми изобилуют знаменитые Бухара, Самарканд, Хива и многие другие города, в Узбекистан приезжают туристы из всех уголков мира. В древности через эти края пролегал Великий Шелковый Путь, по которому шли караваны верблюдов, доставляя из стран Восточной Азии в Средиземноморье диковинные товары. Сегодня с азиатскими государствами-соседями и Россией Узбекистан связывают железнодорожные линии и автотрассы, а по воздуху сюда можно добраться из 50 стран, среди которых государства Евросоюза, Азии и Северной Америки. Половину его территории занимают парки, сады и скверы. В этих тенистых уголках солнечного города расположились развлекательные центры с аттракционами, зоопарк, аквапарк, знаменитый ботанический сад. Для туристов открыты двери отелей всех ценовых категорий. Многочисленные рестораны, кафе и чайханы предлагают головокружительный узбекский дастархан, а шумные восточные базары поражают обилием всевозможных сладостей, свелых фруктов и ароматных специй. Исторические достопримечательности Ташкент сосредоточены в старом городе. Одна из древнейших – это мечеть Джами, второе название – Джума-мечеть. В 819 году ее заложил новый правитель, эмир-завоеватель Яхья ибн Асад, на возвышенности среди еще дымящихся руин захваченного шаши. К сожалению, время не пощадило его сооружение, сохранилось лишь многократно перестроенное медресе-кукридаш, да и сама мечеть Джами не раз меняла свой облик после разрушительных землетрясений, когда от сооружения оставалась лишь груда камней. Одно из таких возрождений профинансировал русский император Александр Третий, вот почему мечеть иногда называют царской. В центральной части Ташкента расположена площадь независимости. Это знаковое место празднеств, парадная визитка Ташкента. Огромная площадь 12 гектаров украшена гранитными лестницами, фонтанами, колоннадами и монументами. Мустакилик Майдоны окружают помпезные здания кабинета министров, сенатов и других государственных институтов. Неподалеку от площади независимости хорошо сохранилась усадьба необычной для Ташкента архитектуры в стиле европейского ампира. Это дворец князя Романова, построенный в 1891 году. Упальный великий князь Николай Константинович в результате скандала в императорском семействе был сослан в отдаленный Туркестан в конце позапрошлого века. Между прочим, это он построил первую в Ташкенте синему хива. Этот кинотеатр прослужил многие десятилетия и был разрушен землетрясением. Коллекция, собранная князем, легла в основу собрания Национального музея. Здание усадьбы Николая Романова сегодня принадлежит Миду в Ташкенте. Ташкентский ботанический сад, крупнейший в Центрально-Азиатском регионе. Здесь собрана флора со всех континентов, деревья, лианы, цветы, более 4500 видов. Среди них есть очень редкие растения, занесенные в Красную книгу. В саду есть несколько прудов с изящными лотосами, лилиями, кувшинками. В оранжереях представлены растительные экзоты, а в теплицах растут ароматные лекарственные травы. Рядом с ботаническим садом расположен Ташкентский зоопарк, открытый в 1997 году. В просторных вольерах обитатели зоопарка чувствуют себя комфортно. В закрытых залах живут мадагаскарские лемуры, обезьяны, рептилии. Аквариумы населяют мурены, акулы. Всего здесь около 200 видов морских жителей. В 2009 году в Ташкентском зоопарке поселились исчезающие в природе малайские медведи и другие животные из далеких островов. В самом сердце Ташкента расположен сквер Амира Тимура. Сквер в центре Ташкента с памятником полководцу XIV века Амиру Тимуру, а также дорожками и деревьями вокруг него. Нынешний облик приобрел после обширной реконструкции в 1993 году советского сквера, носившего название Сквер Революции. А в дореволюционный период на этом месте располагался Константиновский сквер. Субтитры создавал DimaTorzok